Военнослужащие Центрального военного округа выбирают квартиры. Варианты представляют в региональном управлении жилищного обеспечения. Военные могут подобрать удобное расположение дома и подходящую инфраструктуру, например, наличие рядом детского сада. Подробности у Романа Марьяненко. Михаил пришел в армию по призыву и вот уже больше 10 лет служит по контракту в мотострелковой бригаде Центрального военного округа. Говорит, на гражданке копил бы на квартиру до пенсии, а так еще и до старости далеко и крыша над головой вот-вот появится. Сегодня Михаилу нужно выбрать один из нескольких вариантов квартир. Я служу в Чикаловском районе, в военном городке. Хотелось бы подобрать квартиру где-нибудь поближе к месту службы. Могу вам предложить улицу Краснолесия, дом 123, квартира 167. Это трехкомнатная квартира на четвертом этаже, 88 квадратных метров. Квартира старшине роты дается по договору социального найма. После приватизации он станет ее полновластным хозяином. Сейчас главное убедиться, что жилье отвечает всем требованиям. И вперед на подписание договора. В территории Центрального округа закуплены и построено жилье для военнослужащих во всех крупных городах. Это я приведу Екатеринбург, Новосибирск, Омгс, Оренбург. Поэтому перспективы для заселения всех военнослужащих существуют. Инженер авиационной эскадрильи Константин Сидоров вселился в новую квартиру два месяца назад. Вместе с семьей переехал на Урал из Читы. На службе следит за техническим состоянием транспортных самолетов Ан-26, а дома не расстается с кистью и молотком. Но это приятные хлопоты. Ремонт его закончить невозможно, его можно только приостановить. У внука Николая наконец появится своя детская. А в гостиной семье даже в полном составе совсем не тесно. Грех жаловаться квартиру глава семейства выбирал сам. Естественно, надеялся получить квартиру, ждал ее долго, очень долго. Одно время даже без жены здесь пришлось пожить. Ну, для сравнения, в Чите у меня была однокомнатная квартира, 33 метра квадратных общая площадь. Ну, а здесь 80 квадратных метров и три комнаты. Разница значительная. Всего за полтора года очередь за жильем в Центральном военном округе сократилась втрое. В новые квартиры въехали больше 8 тысяч военнослужащих из Новосибирска, Томска, Оренбурга. Но больше всего новоселов насчитали в Екатеринбурге. Роман Марьяненко, информационная программа «День Екатеринбург».